Урок математики Давайте вспомним, какие бывают треугольники по длине их сторон. Равносторонние, разносторонние и равнобедренные. Сегодня на уроке мы с вами научимся различать треугольники по видам углов. Будем строить треугольники заданных видов. Перед вами угол. Именно он сегодня будет определять название треугольника. Углы бывают разные. Прямым называют угол величиной 90 градусов. Острым называется угол меньше прямого. А тупым называют угол больше прямого. Рассмотрим треугольники. Обратим внимание на первый треугольник. Чтобы определить вид угла, нам понадобится чертежный угольник. В первом треугольнике, как вы уже заметили, все углы меньше прямого угла. Поэтому такой треугольник называют остроугольным. Второй треугольник. Мы видим с вами, что здесь есть угол больше прямого. Это тупой угол. Поэтому такой треугольник называют тупоугольным. В третьем треугольнике есть прямой угол. Поэтому он так и называется – прямоугольный. Итак, треугольники по видам углов бывают трех видов. Тупоугольные, прямоугольные и остроугольные. Тупоугольными называют треугольники, в которых есть тупой угол. Прямоугольными называют треугольники, в которых есть прямой угол. А остроугольные – это треугольники, у которых все углы острые. Построим с вами прямоугольный треугольник. Для этого используем наш чертежный угольник. Проведем первую сторону, начертим вторую сторону, соединим эти две стороны и обозначим вершины треугольника. Перед нами прямоугольный треугольник. Построим тупоугольный треугольник. Начертим первую сторону, убираем угольник и строим тупой угол. Соединим эти две стороны, обозначим вершины и получим тупоугольный треугольник. Осталось построить остроугольный треугольник. Проведем первую сторону. Построим острый угол. Соединим две стороны, обозначим вершины и получаем остроугольный треугольник. А теперь давайте поупражняемся. Перед вами треугольники. Разделим их на три группы по видам углов. В первой группе мы видим треугольники, в которых есть прямой угол. Во второй группе все треугольники имеют только острые углы. А в третьей группе у всех треугольников есть тупой угол. Давайте назовем эти группы. Первая группа – прямоугольные треугольники. Вторая группа – остроугольные треугольники. И третья группа – тупоугольные треугольники. Настало время решать задачи. Решить эту задачу нужно разными способами. Прочтем задачу. Три бригады рабочих заасфальтировали 700 метров шоссе. Сколько метров заасфальтировала первая бригада, если вторая и третья бригады заасфальтировали по 230 метров? Составим краткую запись. В задаче говорится о трех бригадах. Сколько метров заасфальтировала первая бригада? Неизвестно. Это и есть вопрос задачи. Вторая бригада заасфальтировала 230 метров, а третья заасфальтировала столько же, то есть 230 метров. Число 700 обозначает, сколько метров заасфальтировали все три бригады. Авторы учебника предлагают нам решить эту задачу разными способами. Давайте рассмотрим первый способ. При решении данной задачи мы узнаем, сколько метров заасфальтировали две бригады, вторая и третья. Для этого сложим 230 и 230, получаем 460 метров. Из общего количества вычтем это число 700 минус 460, получаем 240 метров. Значит, первая бригада заасфальтировала 240 метров. Рассмотрим второй способ решения данной задачи. Из общего количества вычтем, сколько метров заасфальтировала вторая бригада. 700 минус 230, получаем 470. Именно 470 метров заасфальтировала первая бригады. Из 470 вычитаем 230, получаем 240 метров. 240 метров заасфальтировала первая бригада. Ребята, для записи данных способов решения задачи можно использовать выражения. Они перед вами. Подведем итог урока. Мы сегодня говорили о треугольниках. Вспомним, что треугольником называют геометрическую фигуру, у которой три стороны, три угла и три вершины. По названию углов треугольники бывают трех видов. Остроугольные, прямоугольные и тупоугольные. Ребята, давайте запишем домашнее задание. На странице 85 вы пишите номера остроугольных, прямоугольных и тупоугольных треугольников, а в номере 4 решите примеры. Наш урок окончен. До свидания. Добрый день, ребята. Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Отгадайте загадку. Оно и бежит, оно и лечит, оно и быстротечно, оно и бесконечно. О чем я говорю? Это время. Мы продолжаем говорить с вами о временах глагола. Время – это слово, которое является ключевым в определении темы нашего урока. Послушайте предложение. «Прилетели грачи, набухают почки на деревьях, скоро расцветет сирень». Давайте назовем глаголы, которые встретились в этих предложениях. «Прилетели, набухают, расцветет». Что можно сказать про эти глаголы? Это глаголы разного времени. Оказывается, что глаголы изменяются по временам. И мы сегодня рассмотрим еще одну тему, которая звучит так. Изменение глаголов по временам. Цель – научиться изменять глаголы по временам, правильно употреблять их в речи. В русском языке три времени глагола – настоящее время, будущее и прошедшее. Как определить форму времени глагола? Послушайте текст. «Кончились вьюги и метели, прилетели грачи, на полях растаял снег, ярче греет солнце, набухают почки на деревьях, летят на родину певчие птицы, скоро все кругом зазеленеет, расцветет душистая сирень, лес будет звенеть от птичьих голосов». Обратите внимание, на выделенные глаголы «греют, набухают, летят». Это глаголы настоящего времени. Солнце что делает? Греет. Почки что делают? Набухают. Птицы что делают? Летят. Эти глаголы обозначают действия, которые происходят в настоящем времени, а именно в момент речи. Посмотрите на следующие глаголы, которые выделены цветом. «Кончились, прилетели, растаял». Это глаголы в форме прошедшего времени и отвечают на вопросы «что сделал?» «Что сделали?» «Вьюги и метели что сделали?» «Кончились». «Грачи что сделали?» «Прилетели». «Снег что сделал?» «Растаял». Эти глаголы обозначают действия, которые уже произошли или происходили в прошедшем времени, до момента речи. Рассмотрим следующие глаголы в этом же тексте. Зазеленеет, расцветет, будет звенеть. Эти глаголы отвечают на вопрос «что делает?» «Что сделают?» и стоят они в форме будущего времени. «Все что сделает?» «Зазеленеет». «Сирень что сделает?» «Расцветет». «Лес что будет делать?» «Будет звенеть». Эти глаголы обозначают действия, которые произойдут в будущем времени, то есть после момента речи. Итак, различают три формы глагола. Прошедшее время, которое произошло вчера, до момента речи. Настоящее время, которое происходит сейчас, в момент речи. И будущее время, которое произойдет завтра, то есть после момента речи. Давайте еще раз повторим, как же определить время глагола. Чтобы определить время глагола, нужно поставить к слову вопрос, подумать, когда происходит действие. Если действие происходит в момент речи, то и сейчас, это глагол настоящего времени. Если действие произойдет после момента речи, позднее, потом, то это форма будущего времени. А если действие произошло до момента речи и глагол отвечает на вопрос, что делал, что сделал, то это прошедшее время глагола. Ребята, давайте рассмотрим таблицу изменения глаголов по временам. Глядя на эту таблицу, можно сказать, что глаголы изменяются по временам. Но от глаголов, которые стоят в неопределенной форме и отвечают на вопрос «что делать?», можно образовать три времени глагола – настоящее время, прошедшее время и будущее время. А если глагол стоит в неопределенной форме и отвечает на вопрос «что сделать?», то можно образовать только две формы глагола. Это прошедшее время и будущее время. Вернемся к нашим предложениям. Прилетели грачи, набухают почки на деревьях, скоро расцветет сирень. Грачи что сделали? Прилетели. Форма прошедшего времени. Почки что делают? Набухают. Форма настоящего времени. И сирень что сделает? Расцветет. Глагол будущего времени. Распределите глаголы по временам в три столбика. В первый столбик глаголы настоящего времени, во второй глаголы будущего времени, а в третий глаголы прошедшего времени. Говорят, шьет, принесут, написали, объяснит, кричит, подарил, шел, прочитают, пойдут, играют и читала. Выполним проверку. В первый столбик настоящее время вы должны были выписать следующие глаголы. Говорят, шьет, кричит, играют. Будущее время принесут, прочитают, объяснит, пойдут. И прошедшее время написали, подарил, шел, читала. Давайте поиграем с вами в игру. Угадай, какое время. Длинной шеей поверчу, груз тяжелый подхвачу, где прикажут, положу, человеку послужу. В каком времени употреблены эти глаголы? Поверчу, подхвачу, прикажут, положу, послужу. Это глаголы будущего времени. Летит без крыльев и поет, прохожих задирает. Одним проходу не дает, других он подгоняет. Глаголы летит, поет, задирает, не дает, подгоняет. Это глаголы настоящего времени. Принялась она за дело, завизжала и запела, ела, ела, дуб, дуб, поломала, зуб, зуб. Какого времени эти глаголы? Принялась, завизжала, запела, ела, поломала. Это глаголы прошедшего времени. Выполним следующее упражнение. Найдите и выпишите глаголы настоящего времени. Замените их на прошедшее и будущее время. Белый снег пушистый, в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится. Глаголы настоящего времени это кружится, падает и ложится. Эти глаголы нам надо заменить на прошедшее и будущее время. Выполним проверку. Что сделал? Кружился, закружится и будет кружиться. Падал, упадет, ложился и будет ложиться. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы узнали, что глаголы изменяются по временам. От глаголов, которые в неопределенной форме отвечают на вопрос, что делать, можно образовать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени. А от глаголов, которые в неопределенной форме отвечают на вопрос, что сделать, можно образовать только прошедшее и будущее время. Перейдем к домашнему заданию. На страничке 116 учебника вам необходимо выучить правила. На странице 117 выполнить упражнение 207, а именно записать предложение, ставя глагол в форму настоящего или прошедшего времени и указать над каждым глаголом время. Я думаю, с этим заданием вы справитесь на отлично. До свидания. До встречи на следующем уроке. Здравствуйте, ребята. Мы начинаем урок окружающего мира. Знакомы ли вам эти два слова? Давайте вспомним, что они означают. Главная задача экономики – удовлетворение главных потребностей людей. Экология изучает связи с живыми существами и окружающей средой. Тема сегодняшнего нашего урока – экономика и экология. Как вы думаете, связаны ли между собой эти два понятия? Конечно, связаны. Сегодня на уроке мы попытаемся ответить на вопрос, какой вред наносит экономика природе и всем нам. Ознакомимся с задачами экологии и выясним положительные и отрицательные стороны экономики. Обсудим, что мы можем сделать, чтобы снизить наносимый вред. Если мы закроем глаза, то ничего не увидим. Но ничего раньше и не было. И было так до тех пор, пока не появился голубой сверкающий шар. Это земля. Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев, песню кузнечика, журчание весеннего ручейка, звон серебряных колокольчиков, жаворонка в бездонном летнем небе, шорох в юге, за окном, ласковый плеск воды и торжественную тишину ночи. Услышав и затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет эту чудесную песню под названием «Жизнь». Эти слова принадлежат великому педагогу Василию Александровичу Сухомлинскому. Как вы думаете, может ли человек существовать без природы? Я думаю, что все мы понимаем, что это невозможно. Человек связан с природой. Наша земля очень богата. В ней есть моря, океаны, леса, поля, пустыни и горы, полезные скопаемые и плодородные земли. Человек не может существовать без природы и ее богатств, точно так же, как он не может существовать без развитой экономики. Экономика и экология взаимосвязаны. У экономики существуют две стороны. Одна – необходимая и полезная продукция, без которой ни человеку, ни всему обществу не прожить. Другая – вред, который наносится окружающему миру при производстве этой продукции. Все отрасли экономики в той или иной мере вредят окружающей среде. Попытаемся ответить на вопрос, какой вред наносит экономика природе и всем нам. Сельское хозяйство отравляет почву ядохимикатами. Транспорт загрязняет воздух выхлопными газами автомобилей. Много вреда природе и здоровью людей наносит промышленность. Для того, чтобы получить одну тонну алюминия или меди, металлургам нужно несколько тонн руды, остальное – отходы. В свою обратную сторону имеет и электроэнергетика. Чтобы построить гидроэлектростанцию, реку переграждают плотиной. Выше плотины река разливается и затапливает плодородные земли. При постройке некоторых плотин под воду уходили целые города, из которых приходилось переселять всех жителей. Об одном из таких городов напоминает эта колокольня, которая осталась после такого потопа. На тепловых электростанциях сжигают топливо, а ядовитый дым загрязняет воздух. На атомных электростанциях применяют атомное топливо, которое тоже очень опасно для людей и всего живого. Если на такой электростанции произойдет авария, могут погибнуть или тяжело заболеть много людей. Опасные отходы выбрасывают в окружающую среду предприятия химической промышленности. Да и сама их продукция не всегда только полезна. Стиральные порошки и моющие средства попадают в канализацию, в реки и озера и загрязняют их. Одна из важнейших задач общества в 21 веке – сделать экономику как можно более безопасной для людей и всей природы. Вот именно этим вопросом и занимается экология. Вам уже известно слово «прогноз». Прогноз – это научное высказывание. Чаще всего мы слышим прогноз погоды, но бывают и экологические прогнозы. Ученые-экологи предсказывают, каким последствиям может привести то или иное вмешательство человека в природу. Экологи помогают решить, будет ли безопасным для окружающей среды предприятие, которое предполагается построить. Можно ли его строить в том или ином месте. Экологические прогнозы могут уберечь людей от многих необдуманных поступков, опасных и для природы, и для самого человека. Экология подсказывает, как лучше вести хозяйство, чтобы сохранить природу, не навредить человеку. В этом и есть огромное значение экологии для экономики и нашей жизни. Что же мы можем сделать, чтобы снизить наносимый вред? Для охраны воздуха сооружать установки, которые улавливают вредные вещества. Автомобили выпускать на электричестве. Для охраны воды строить очистные сооружения и фильтры. Для охраны полезных ископаемых бережно, экономно использовать полезные ископаемые при их добыче и переработке. Для охраны почвы важно беречь и сажать растения. Для охраны растений и животных нужны заповедники, национальные парки, ботанические сады. Наш урок хотелось бы закончить следующим стихотворением. Любите родную природу, озера, леса и поля, ведь это же наша с тобою навеки родная земля. На ней мы с тобой родились, живем мы с тобою на ней, так будем же люди все вместе, мы к ней относиться добрее. Посмотрите, ребята, в вашем учебнике на страничке 79-84 вы сможете прочитать все то, что я вам сегодня рассказала. Запишите в свой словарик новые слова и ответьте на вопросы, которые предлагает вам автор. Наш урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин